Лидирует в печальной статистике Восточно-Казахстанская область. Там жизни лишились сразу пять человек. В Казаларде и Караганде шестеро, в Североказахстанской и Акмолинской области четверо. Так, в Костанае 7 июля на глазах у жены и ребенка утонул мужчина. Он спас троих женщин, однако выбраться самому из воды у него просто не осталось сил. В Караганде 8 июля нашли тело юноши. 17-летний парень решил искупаться в отстойнике шахты. Обстоятельства его гибели сейчас устанавливаются. До сих пор наслухует трагедия в Астане. 25 июня в районе жилого массива Пригородный на канале Нура-Есиль утонули сразу четыре школьника. По состоянию на 9 июля текущего года на воеваемой стране, согласно оперативным данным, погибло 137 человек, из них 53 ребенка. За аналогичный период 2017 года утонуло 170 человек, из них 77 детей. При этом 81% или 112 утонувших зарегистрировано с начала купального сезона. Гибнут на воде в основном мальчики. Для купания не выбирают запрещенные места. Отсутствие контроля со стороны взрослых и неизвестные места с подводными обрывами, холодными течениями и камнями становятся главными причинами детской смертности. Как показывает анализ гибели детей на водоемах, мы прошел год взяли период и период этого года, значит, сделали детальный анализ и посмотрели, что наибольшее количество детей у нас гибнет в период с 15 до 18 часов по времени суток. Значит, возраст детей у нас составляет от 3 до 10 лет. И среди половой принадлежности в основном это мальчики. Отсюда делаем вывод, что мальчишки они более решительные. Значит, родители, наверное, менее внимания удивляют, чем девочкам. Поэтому они группируются в какие-то группы, уходят из дома, сами себе принадлежат. В Астане последние две недели очень жарко. Люди идут купаться, но выбирают жители зачастую несанкционированные водоемы. Пренебрежение элементарных правил безопасности и невнимательность становятся причинами трагедии. За начало купального сезона, к слову, это чуть больше месяца, в столице утонуло 8 человек, из них 5-ро дети. Много людей в возрасте от 25 до 40 лет утонуло с начала сезона. Есть и дети. Проблема заключается в том, что родители оставляют своих детей без присмотра. Другая же причина – употребление алкоголя. Во время празднования Дня столицы мы нашли человека, который заснул на берегу Ишима. Мы передали его полиции. Сейчас спасатели работают без выходных. Проводятся постоянные рейды по водоемам страны. В Казахстане их насчитывается более 50 тысяч. Охватить все спасатели не в силах. В нескольких областях объявлено штормовое предупреждение из-за жары. Так, по прогнозам синоптиков, в Кустанайской и Казалардинской областях днем воздух прогреется до 40 градусов.